Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Честное мнение» в студии Дмитрий Шакуров. И Светлана Ладина. Здравствуйте! Сегодня вторая часть программы под названием «Нетрудовой десант». Я напомню, в первой части мы говорили о группе людей, которые обычно появляются у нас в Екатеринбурге на царские дни или когда в город привозят великие святыни, возле храма, где святыня пребывает. И там разворачивается целое представление, с нашей точки зрения. Мы много дней наблюдали это и не только в этот раз, когда привозили курскую коренную икону Божьей Матери в храм на Крови. И вот вы знаете, у меня полное ощущение, что на этот раз почему-то свыше управляется та ситуация, которая позволит этих людей хотя бы несколько остановить. Чтобы не было вот этого психологического давления на прихожан, чтобы они не хозяйничали в храме во время службы. Вот. И чтобы все-таки обманывали, ну, может быть, не так вдохновенно, как они это делают сейчас. Если вы не видели первую часть программы, вы можете найти ее в сети интернет на нашем официальном сайте. Мы не только рассуждали в студии, мы снимали на месте событий. И сейчас я предлагаю вам вторую серию. Этот разговор произошел сегодня утром возле храма на Крови. Здравствуйте, а скажите, пожалуйста, что у вас случилось? Ничего не скажу. Алло. Ну, у вас же что-то случилось, если вы даже под дождем стоите здесь и просите помочь. А что за документы у вас там, что за фотографии? Я знаю ваши фокусы. Идите сюда. Ну, вы же стоите возле храма, просите. Ну и что, иди. Вы расскажите нам, что у вас такое. Я знаю ваши фокусы. А какие фокусы? Да, иди сюда. Ну, дыру мало. Ну, что очка стоят, что смотришь? Чего же вы так себя ведете? Мы же вам ничего плохого не сделаем. А так хорошо, как так хочу вести себя. Так у вас ребенок болеет? У вас там фотографии ребенка? Ну, есть фотографии, ну и что вы. Ну, так расскажите, это ваш ребенок? Мой ребенок. А что с ребеночком? Что случилось? Идят от меня, иди. Так что случилось с вами? Я не хочу с вами разговаривать. Вам помощь не нужна? Не нужна, просто вы все провели. Все, расскажите. Я знаю, все переделай, экипп там, переделай. Это не надо мне с вами вообще общаться. Давайте. Ну, если ребенок болеет, вы к врачам обращались? Что случилось? Зачем, а кем уброшь сейчас? Зачем? Иди от меня. Всего доброго. Ну, я не знаю, нужны ли комментарии. На самом деле, мне кажется, что мы этой женщине смогли сделать доброе дело. Вот представьте себе, холодно, дождь, она там стоит одна, одинешенька. И когда мы появились, видимо, она стала звонить человеку, который вот всем этим кланом управляет, ну, я могу предположить, чтобы сказать, что работать невозможно, эти опять пришли. И раз работать невозможно, она смогла уйти вот с этой холодной погоды в тепло, я так надеюсь. И у нас, по-моему, звонок. У нас звонок, здравствуйте. 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 Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы меня слушаете, да? Да. Да, слушаем. Это из Новоуральска, Светлана звонит. Очень приятно. Вы знаете, я очень рада, большое вам спасибо, что вы уже такую тему подняли. Дело в том, что я не сталкивалась с такими ситуациями, но не считая, что вот у нас около храма. Мы с дочерью поехали на царские дни, ну, вот на этот крестный ход. Вы знаете, ну, у меня дочь вообще была шокирована, я, честно говоря, тоже. Потому что вот я понимаю, что нас используют, вот просто вот я чуть-чуть понимаю, что, ну, какой-то вот происходит какая-то манипуляция. Понимаете? Понимаем, еще как понимаем. Мы сами, знаете, сколько сомневались, пока вот уже нам не было все показано. Дело в том, что об этом надо говорить, потому что вот, ну, ладно, я, допустим, хожу постоянно в церковь, а туч у меня ходит, ну, не так давно. Для нее это вот, например, как холодный душ. То есть она увидела вот, как бы, церковь, ну, с такой неприклятной стороны. И вы понимаете, и осталось вот при всем, вот, ну, замечательно мы сходили, но остается какой-то очень неприятный осадок. Вот от этого всего безопасности, что это творится. Я понимаю, что это такой вот бизнес, причем, если в метро люди стоят, то им не подают, а здесь как бы людей, понимаете, как бы вынуждают. Вынуждают. Совершенно верно. Вынуждают. Эксплуатируют чувства верующих. Причем самое интересное, что мы видели их вначале около храма, потом, вот, причем видим их уже на ганиной яме, понимая, что тебя просто вот как последнего ваха, вот, вот вы меня, извините за выражение, обводят вокруг пальца. Вот, и я настолько рада, что вы подняли это вот, это вот. Вообще надо говорить о том, что происходит вот всякие ситуации. Как вот говорит Пкачев. Потому что, вот, допустим, я даже пришла в церковь, у меня какие-то иллюзии, у меня какие-то представления. Я когда вижу вот эту действительность, вы понимаете, я просто к ней не готова. Надо, чтобы вот об этом говорили, чтобы люди были готовы. Что вы можете увидеть это. Это, 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 это не пугайтесь. Это не православие. Слава Богу, огромное вам спасибо за то, что вы позвонили. И это сказали нам очень важна эта поддержка. Потому что мы очень боялись браться за эту тему. И если бы мне вот несколько священников, которых я очень уважаю, и в частности мой духовник, который занимается социальным служением, не сказали бы, это надо, вот это надо, то я бы, пожалуй, не взялась. Потому что очень боишься греха, боишься осудить, боишься плохо подумать, боишься быть немилосердным. Но, понимаете, вот, когда говорится, что вот милостыня, она важна, речь идет все время о бедных. А в данной ситуации перед нами стоят люди состоятельные. У них это бизнес, это не бедность. С моей точки зрения, мы уже видели, как ноги по вечерам отрастают, знаете, и потом опять куда-то. В общем, грустная история. Ну, действительно, речь идет об актерском мастерстве. Ну, и вот Светлана подтвердила мои, вы выходили, так скажем, на полевые работы. Вот. Даже где-то уже я опасался за ваше здоровье. И это не случайно ведь, потому что известно, ну, здесь больше московские издания пишут, и Санкт-Петербургские, где большое скопление людей, много жителей. О том, что этот бизнес, он весьма, и нравы там весьма жесткие. Если кто-то появляется из попрошаек случайных в определенных местах большого дохода, то происходит угроза даже жизни. Ну, я слышу у нас звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Это с вами говорит Иоанна из Путинбурга. Мы теперь его так зовем. Да, здравствуйте. Это в честь дня рождения Владимира Владимировича. В церковь я прихожу, ну, раньше, потому что я, как бы, старенькая, и прихожу раньше, и вижу такую картину к церкви. Ну, и совсем к церкви подъезжает машина такая большая, и из нее выходят эти вот нищие, да, и вот человек расставляет их всех и уезжает к себе. Они уже все проконсультированы, все знают. Я бегом к батюшке. Говорю, батюшка, ну, что делать? Они, значит, стоят, там прямо навязываются. А батюшка мне сказал так, ты спроси у него, что он хочет. Если он хочет есть, возьми его, пойди и купи ему там хлеба, колбасы, чего он там пожелает. Но деньги не давай. Ну, я так и по выходе из церкви так и сделала. Подхожу и говорю, что ты есть хочешь? Что ты деньги просишь? Он мне говорит, да, на хлеб. Я говорю, пойдем, пойдем в магазин, я тебе все куплю. Нет, 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 ты давай деньги. Вот так вот. Вот такие у нас нищие. Спасибо вам большое. Да, на самом деле ситуация иногда встречается и такая, и вообще опытные отцы советуют подать булочку. Булочку невозможно, извините, не в вену вколоть, не выпить. Ее можно только съесть. А вот одну историю рассказал мне отец Андрей Канев, которого вы хорошо знаете по программе «Уроки православия». Кстати говоря, у отца Андрея возле храма никто не побирается. За этим хорошо следит охрана. Но он говорит, если человек придет ко мне и скажет, отче, я вот не могу работу найти, и я хочу зарабатывать, и я очень голоден. Пожалуйста, вот тебе работа, и я заплачу. Но иногда людей это не устраивает, они хотят просто денег. А иногда они соглашаются. И это хорошо. А если человек придет и скажет, я так болен, что работать не могу, он говорит, конечно, я помогу. А еще рассказал такую историю, батюшка стоял в булочной как-то раз, и подошел к нему мальчишка и попросил денег. Он говорит, на что тебе? Он говорит, мне на хлеб. Он говорит, давай тебе хлеба куплю. Он говорит, да, давайте. Ну, была в подсознании мысль, что нужен ли ему этот хлеб. И говорит, когда купил и подал булку, он говорит, с такой жадностью стал ее есть, что прям вот стыдно стало за эту свою мысль. Ну, самое главное, что милость к нему-то была оказана. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, слушаем вас. Это Людмила Александровна из Пензы. Здравствуйте, Людмила Александровна. Вы знаете, в чем дело? Я вот когда начинала, я ходила в православное, потом к протестантам уходила, потом благодаря вашему телеканалу вернулась опять в православие. И когда вот я раньше подходила к церкви, вы знаете, вот когда просили мне о милосе, я ей не давала, у меня не было, я не очень беспечный человек. И когда вот они тебе в спину говорят, дай Бог тебе здоровья, я почему-то всегда сжималась. Думаю, я им ничего не дала. Они мне пожелали здоровья. Мне почему-то, ну тогда еще не было необразованно, думаю, может они меня проклинают или что-то. И вы знаете, мое какое мнение? Я вот навсегда запомню эти слова патриарха Кирилла, когда он сказал, что милость в руке человека должна вспотеть. Вы понимаете, то есть действительно, я пенсионерка уже, да, и мы вот знаете, как живем. Ну мне очень многие дают. Вот у меня одежда, например, вот даже, например, вот мне еще, вот там что-то смотришь, мне что-то вкусное несет. Потом у меня есть одна тоже инвалид женщина, я что-то ей даю. То есть, понимаете, мы между собой уже делимся, между собой, но мы не богатые все. И поэтому, знаете, у нас вот в церкви, у нас церковь, это самая новая церковь, а у нас отец-настоятель, он это, ректор в нашей семинарии, у нас нет нищих. Она новая, такой в отдаленном районе. И я тоже все-таки считаю, что милость должна вспотеть в руке. И действительно тоже как-то накормить, да, человека, подать одежду, да, а деньги, ну это, конечно, большое зло. Вот такой, я не подаю, например, честно говоря, я не подаю. А если там нужно, там вот покормить, я тоже так же возьму, там, булочку, что-то или это. А так я денежки не подаю, я вам вот говорю честно. Я в церковь жертвую, там, сколько могу, а так вот. Спасибо, спасибо огромное. Ну, у нас действительно бывает, что мы там на паперте оставим энную сумму, в храм мы не положим. И, не знаю, это могут быть там соседи, люди, которые входят с нами в один и тот же приход, еще что-то. Мы их бед не знаем и, соответственно, не помогаем. А вот как это? Ну, здесь Людмила Александровна действительно затронула правильную тему, что прежде чем подавать, нужно лишний раз подумать, да, спотеть рука должна быть. Но и с другой стороны, на год выбери себе какой-то план помощи кому-то, выбери конкретно, вот Людмила Александровна сказала, у соседки, которая регулярно ходит. И тем самым, проходя мимо нищего, не зная, действительно нужна ему помощь или нет, и мучаясь вот этой мыслью, вы уже твердо знаете, у меня есть сосед, у меня есть тот человек, которому я реально помогаю, может быть, инвалид, может быть, какой-то ребенок, и вы спокойно будете следовать мимо вот этих попрошаек. Можно булочки с собой носить и пачечки печенья. Но я не всегда видел не раз, как выбрасывается булка, как выбрасывается мелочь, которая положена в руках. Ну, все равно, ты дал, ты дал с расположением, а там уже дальше чего они с этим сделали, вот не съели, так не съели. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Вы знаете, я тоже хотела поучаствовать в этом вопросе, потому что меня он тоже очень волнует. Я часто хожу в церковь, и меня очень нервируют вот эти наглые люди, которые вымогают деньги. У меня брат со снохой ездили в Новотехинский монастырь, и брат просто стоял, ждал, пока сноха там сходит, у него жена, и заказывает там, что ей надо. Вот, и наблюдал такую картину. Стоит инвалидка, значит, ей себе подают, она вся там трясется, сущаяся. Через какое-то время прибегает здоровый мужик, забирает у ней две сумки, ставит ей дни пустые и побежал. Ну, естественно, как бы это впечатляет любого нормального человека. То есть основная масса там стоит не тех, кто нуждается, а тех, кто нуждается, они туда не подпускают близко. Поэтому даже если человек нуждается, он не может прийти и просто попросить деньги, потому что... Вот, это еще одна проблема, да. Вот вы правы, да, да. Это еще одна проблема. Их бьют и не пускают, да. Да, и хочется помочь нуждающимся. Но глядя на тех, кто там стоит, возникает сомнение, они на самом деле не нуждаются. Это уже не раз доказано. Поэтому я считаю, что вообще нужно их снимать, показывать их лица, чтобы люди знали, видели. И вообще это надо прекратить, это безобразие, что вот такие наглые рожи этим занимались, просто эксплуатировали этих вот инвалидов, бедных там и все такое. Ну как-то надо с этим бороться. Это на самом деле очень большая проблема, и этим нужно заниматься серьезно. Вот так не раз от разу. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну вот почему мы говорим, что положить деньги в храм, там в кружку на благотворительность, которая, это надежная гарантия того, что они пришли к отцу-настоятелю, те, кто действительно нуждается, он достал и помог. Вот и все. Разобравшись в ситуации. На самом деле разбираться в ситуации крайне сложно. Вот посмотрите еще раз вчерашнюю программу, и вы поймете, до какой степени эти диалоги вообще изматывающие. Ну, слава богу, у меня полное ощущение, что вся ситуация вот эта управилась свыше. Мы сами ее не искали. Она на нас вышла, причем, друзья, вот как было показано, как люди себя ведут, как они трансформируются после того, как окончили свой рабочий день. Ну, это специально будешь заказывать и не увидишь. А вот когда оно так происходит, я очень надеюсь, что, может быть, Господь их спасает таким образом, когда мы их немножечко тормозим. Ну и вы нам помогайте тоже, пожалуйста. Давайте все вместе, всем миром звоните нам, у нас есть телефон. Ну и, конечно, мы обязуемся, наверное, подключить к этому делу и службу милосердия, и наши правоохранительные органы, чтобы наша церковь была чиста и изнутри, и снаружи. Столько обещаний, не знаю, какие из них мы сможем выполнить. Во всяком случае, друзья, ну, все-таки, если совесть беспокоит, в общем, каждый решает сам и по благословению своего духовника. Спасибо вам. С вами были Дмитрий Шакуров и Светлана Владимировна. Программа «Честное мнение». У нас не будет программы ни в четверг, ни в пятницу, а вот в понедельник. Даст Бог, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok